Новости продолжает эфир канала Хабар 24. В студии работают Виктория Антонишна и я, Вера Захарчук. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Новая дорога республиканского значения уже нуждается в ремонте. За 10 миллиардов тенге автобанк Араганда-Тимиртау сделали плохого качества, да еще и без освещения. Кто будет разгребать проблемы? В Италии ужесточают наказание за прогулки без масок. Согласно новому указу, с сегодняшнего дня это средство защиты обязательно надевать при выходе из дома в любое время и на всей территории страны. Почему власти идут на крайние меры? Казахстанские молодые ученые разработали антисептик без спирта. В чем его преимущество и почему отечественные предприниматели не заинтересованы в его производстве? Новости. Новости. В областном управлении здравоохранения дали комментарий. Здание действительно не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, так как без ремонта эксплуатируется уже более 40 лет. Под провизорный центр его отдали временно, пока в регионе не строится новый многопрофильный модульный стационар. Новости. 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 результат на ковид, чтобы его взяли на учет. Лиц, у которых симптомы, они изолируются в инфекционный стационар города Петропавловск. Прибывшие лица с положительным результатом на ковид-19, которые не выезжают за территорию Североказахстанской области, при бессимптомном течении отпускаются на амбулаторное лечение. Если симптомное течение, то переводится в инфекционный стационар. К событиям в мире. Нет маски, заплати штраф 1000 евро. В новом постановлении, одобренном итальянским парламентом, указано, что люди должны всегда носить маски, используя их даже на открытом воздухе. Исключение для детей 6 лет, людей с ограниченными возможностями, для тех, кто тренируется в одиночку на открытом воздухе. Разрешено снимать маску во время еды в ресторанах и кафе, где строго соблюдают дистанции. В наши дни, к сожалению, никто толком не знает, что делать. В любом случае, я думаю, что меры предосторожности не принесут никакого вреда. Я, например, отказался от общественного транспорта, но даже на велосипеде езжу в маске. Ношение маски – это прежде всего уважение к окружающим. Люди не должны шутить с вирусом. Я не врач, я юрист. Но я доверяю тем, кто знает больше меня. Если специалисты говорят использовать маски в качестве защиты, то я буду следовать этим правилам. Новый международный аэропорт открыли в Туркестане. Эта новость около недели назад облетела СМИ и социальные сети, но оказалось, открытие было лишь техническим. Строить воздушную гавань будут еще до конца года. Когда из областного центра вылетят первые рейсы, выяснял Рауль Габитов. Красивый фасад. Пока это все, что собой представляет новый аэропорт Туркестана. Вся местность сейчас буквально усыпана спецтехникой и стройматериалами. Строительство воздушной гавани в самом разгаре и об открытии, по крайней мере, в ближайшие пару месяцев не может быть и речи. Ну а как аэропорт выглядит изнутри, мы, к сожалению, показать не можем. На стройплощадку съемочную группу не пустили строители. По их словам, внутренняя часть объекта далека от совершенства. Кругом строительный мусор и беспорядок. В областном Акимате ситуацию прокомментировали. Аэропорт готов больше, чем наполовину. Возведены терминал, взлетная полоса и стоянка для воздушных судов. Остается построить 22 дополнительных сооружения. Например, водонапорные башни и пожарные резервуары. Кроме того, предстоит получить и сертификаты о допуске аэропорта к эксплуатации. Работа идет в соответствии с графиком. Строительство надеемся завершить до конца года. Отмечу, что это аэропорт и вопрос безопасности здесь самый главный. Объект должен получить специальные сертификаты, без которых взлет самолетов не будет разрешен. Если строительство завершится в срок, то первые самолеты запустят уже в начале следующего года, рассказали в Управлении пассажирского транспорта и автодорог. Планируется, что из Туркестана можно будет долететь до Нурсултана, Алматы и других областных центров страны, а также Стамбула. Местные власти ранее отмечали, что туркестанский аэропорт может попасть в книгу рекордов Гиннеса, как воздушная гавань, построенная в самые кратчайшие сроки. Сдача автобана Караганда-Тимиртау, которая должна была состояться еще три года назад, вновь откладывается. Жителям региона обещали шестиполосную трассу первой категории, а в результате получили они бетонку плохого качества, да еще и без освещения. С компанией, которая строила автобан, договор расторгнут, но по решению суда подрядчики должны устранить все дефекты за свой счет. Марина Золотарева расскажет подробности этой дорожной истории. Еще четыре года назад на реконструкцию этой трассы по программе Нурлужоу было выделено почти 10 миллиардов тенге. Однако автобан стал разваливаться еще до сдачи его в эксплуатацию. Две строительные компании объединились в консорциум, чтобы возводить дорогу к Караганда-Тимиртау. Однако трещины на дорожном полотне появились через год после укладки. Сегодня ширина отдельных разломов уже больше 7 миллиметров. Из-за этих перепадов машину кидает, даже неудобно ехать. И получается, перестраиваешься, ищешь, где нет этих щелей, нет этих разломов. Вот в этом проблема. Каждую трещину объезжать приходится, выбирать другую полосу. Получается, из трехполосной она теперь стала двухполосной, потому что третья полоса, она вся в трещинах. Два года назад для исследования дорожного полотна в Тимиртау прибыла комплексная лаборатория. Почему лопается бетон на новом асфальте? Специалисты выясняли с помощью георадара, который способен разглядеть дефекты и пустоты даже на глубине 15 метров. В заключении данной комиссии несвоевременно укрепили обочину. Вследствие весенних паводков, грунтовые воды попали через обочину, нижнюю часть дорожного полотна и земполотна. Поэтому получилось переувлажнение, и вследствие чего образовалась еще трещина. В этом году однозначно эту дорогу с этими дефектами мы не намерены принимать. Судебные тяжбы с подрядчиками длились с января текущего года. Наконец, суд все-таки обязал консорциум устранить дефекты за свой счет. На 13-километровой трассе необходимо заменить 240 плит, где разломы уже раскрылись. Остальные трещины нужно загерметизировать. Однако в этом году из-за погодных условий ремонт снова откладывается. Освещать трассу и устанавливать дорожные знаки будет уже другая компания. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Карагандинская область, Хабар, 24. Жилищный скандал разгорается в октябре. Дольщики сразу нескольких новостроек требуют от местных властей вмешаться и решить их проблемы. Одни жильцы жалуются на некачественное строительство нового дома, другие на отсутствие у них документов на квартиры. Динара Абдирова разбиралась с ситуацией. Эти жильцы новостроек вот уже год обивают пороги госорганов. Дольщики жалуются на отсутствие у них документов на квартиры. Год назад порядка 60 октябинцев приобрели жилье по доступным ценам в микрорайоне Батыс-2. Цена квадратного метра была значительно ниже рыночной – порядка 120 тысяч деньги. В итоге вместе с жилплощадью октябинцы приобрели новые проблемы. Эти две новостройки в микрорайоне Батыс-2 тоже проблемные. Только здесь жители жалуются на некачественное строительство. Застройщик этих домов, кстати, один и тот же. К слову, вы сами можете увидеть, что штукатурка фасада здесь разваливается буквально на глазах. И это при том, что новым домам всего лишь два года. Еще одной главной проблемой здесь считается канализация. Из-за неправильных стоков она постоянно забивается, говорят жители. Выяснилось и то, что электроканализационные сети этих двух домов не числятся на балансе коммунальных служб. Некоторые октябинцы, так и не дождавшись ремонта, продают квартиры. Другие напротив заезжают. Но мириться с таким положением дел жильцы не намерены. Терпеть мы дальше не будем. Мы будем бороться до конца, чтобы нам выполнили фасад, хотя бы защитили от разрушения. Выполнили канализацию и восстановили энергосеть нормально. Городские власти с помощью, поскольку застройщик не удосужился это все выполнить, в период строительства. Пусть теперь все, кто подписывал акт госкомиссии, участвуют в решении данных проблем. Эти дома построили на деньги пайщиков жилищного кооператива «Жилище». Его председатель Нурлан Каусов сейчас в следственном изоляторе. Его обвиняют в хищении 338 миллионов тенге. По словам жильцов, при строительстве экономили на всем. Поэтому дома и рассыпаются. Теперь больше сотни дольщиков в отчаянном положении. Жильцы дома вынуждены были обратиться ко мне, поскольку было действительно возбуждено уголовное дело по их заявлениям. До этого было гражданское дело, утвержденное судом медиативное соглашение, которое Каусов не исполнил. Уголовное дело было возбуждено. Возбуждено по статье «Растрата веренного чужого имущества». ЖСК «Жилище» было создано по инициативе самих жильцов путем сбора их личных средств. Люди, значит, собрали миллиарды для того, чтобы построить жилье. По словам жильцов, из 11 пунктов медиативного соглашения застройщик выполнил лишь одно. Они устранили лишь мелкие нарушения. Подтвердили это и в областном управлении архитектурно-строительного контроля. Мы в течение двух лет проверяли, выявляли. Мы по каждому заявлению выезжали, открывали проверку, выявляли, делали предписание об устранении этих нарушений. Но мелкие нарушения исправлялись, а вот более крупные, которые требуют затрат, ими не были выполнены. Поэтому мы вынуждены были подать иск в суд об обязании исполнения. Актюбинцы уже не раз обращались к местным исполнительным органам. Но там лишь просят жильцов дождаться окончания расследования уголовного дела Каусова. Поэтому пока неизвестно, когда же в этих домах сделают качественный ремонт. Главное, чтобы к этому моменту эта проблема не сменилась какой-нибудь другой, признаются жильцы. Сельчане Кустанайской области не могут получить компенсации за погибших птиц. У фермеров возникли проблемы с оформлением документов. Люди боятся, что без помощи государства они окажутся на грани банкротства. Артем Грапов расскажет. Еще месяц назад в этом птичнике было шумно. Местных обитателей – гусей, уток, индюков и куриц – убил вирус. От птичьего гриппа только в хозяйстве Тосбулата Уралулы погибли 1298 особей. Фермер говорит, что о падеже во всей инстанции сообщил сразу. По решению ведрача областного, первого зама, который сказал, что сжигайте, не храните их здесь, мы начали сжигать. Все утилизации производили мои рабочие. Все, что происходило, мы снимали, видеосъемки фиксировали. В селе Красная Пресня погибшими от птичьего гриппа официально отчислятся 1400 пернатых. Это в семи частных подворьях. 600 из них принадлежат Тосбулату Уралулы. Так указано в актах ветинспекторов. Почему только меньше половины поголовья фермера идет в зачет, объяснили в областном управлении ветеринарии. Как мне известно, у них во дворе погибли птицы, но они не известили. И самовольно они сами жгли, уничтожили. Наши ветеринарные врачи, когда вакцину получили, подворно ходили вакцинировать, при этом только узнали, что в данном дворе шла поддержка. Компенсацию выплачивать будут только за особей, которые зафиксированы документально. Но эта сумма, говорит Тосбулат, покрывает только пятую часть всех затрат. У фермера были племенные птицы. Их стоимость намного выше рыночной. Еще до падежа в этом хозяйстве купили инкубаторы на 4000 яиц. Сейчас оборудование простаивает. И, скорее всего, этому бизнесу уже нету помощи. А чтобы приобрести на следующий год и закласть инкубаторы, нам где-то около 5-6 миллионов нужно. В Куснайской области из-за птичьего гриппа погибло, согласно официальным данным, около 400 тысяч птиц. В 8 селах объявлен карантин. Артем Грапов, Сергей Тростенберг, Куснайская область, Хабар, 24. Казахстанские ученые разработали новый антисептик без спирта. Он не вредит здоровью и значительно дешевле аналогов. Разработчики создали и другие средства, которые помогут в борьбе с вирусом. К слову, продукцией уже заинтересовались российские предприниматели. Подробности у Асхата Ниясова. Безопасная альтернатива спирту, яблочная, молочная и даже винная кислота входит в состав нового антисептика. Такой продукт безопасен для организма и стоит дешевле. Создали замену санитайзером в столичном медицинском университете. В составе спиртового спирта, который в Москве производит, 70% спирта, 1% хлоргексидин. Здесь ПАЖ будет от 9 до 11. ПАЖ 1,2 – это считается сильной кислой средой. Наш спирт, который мы сделали на основе молочной кислоты, яблочной кислоты, винной кислоты, имеет ПАЖ 1,2. Он считается нам наиболее безопасным? Да, потому что наши кислоты считаются пищевыми. Когда ПАЖ 1,2 абсолютно для организма человека безопасно. Когда сильная кислая среда, все эти вирусы хорошо уничтожаются. Как мы защищаем себя обычным антисептиком? Мажем руки, но максимум можем обработать еще телефон. С новым спреем разработчики шагнули еще дальше. Потому что он дезинфицирует все воздушное пространство вокруг вас. Благодаря нескольким пшикам спрей защищает от всех вирусов вокруг, которые передаются воздушно-капельным путем, в том числе злосчастный COVID-19. На западе страны Ватерау подопечная Маржанда Змагомбетова разработала еще одно полезное средство для мытья полов. Оно совершенно безопасно для человека, но губительно для микробов и вирусов. Его можно использовать даже для дезинфекции в детских садах. Полирующего эффекта нету, так как, как я сказала, фосфорную кислоту мы убрали из состава. Также нету запаха едкого, так как нету в составе хлора. И очень комфортно работает с этим продуктом. Этой и другими разработками заинтересовались российские предприниматели и готовы запустить их в производство. А вот отечественные бизнесмены и госструктуры не спешат поддержать молодых ученых. Прежде всего для запуска производства нужны химические вещества. Химия не из дешевых. Например, этот препарат содержит всего 10% химикатов. Но к 10% добавляется 8-9 различных веществ. Поэтому необходимо покупать по 200 литров каждого из 8-9 препаратов. Это как минимум. Нужны большие деньги и время, которого у меня тоже нет. У меня очень много научной работы. Вот и получается, что ученые в стенах своих университетов без дела не сидят и сами создают очень актуальную на сегодня продукцию, но и остается она тоже в стенах научного заведения. Какой должна быть современная казахстанская армия? Главные приоритеты развития вооруженных сил страны обозначил верховный главнокомандующий. Сегодня Касымжимар Тукаев посетил Алматинскую область, где ознакомился с работой учебного центра миротворческой подготовки, подчеркнул высокую роль военнослужащих, участвующих в миссиях ООН, и дал поручение командирам. Какие новшества ждут вооруженные силы страны, расскажет Иван Тулинов. Со стороны, похожей на съемки боевика, на деле учения, приближенные к реальным условиям. Только стрельба и взрывы холостые. На базе учебного центра миротворческой подготовки отработка тактических действий военнослужащих проходит впервые, поэтому к происходящему на полигоне особый интерес со стороны главы государства. На этой площадке удалось воссоздать жизнь населенного пункта, который оказался в зоне боевых действий. Миротворцы в настоящий момент отрабатывают действия, с которыми могут столкнуться в реальной зоне боевых событий. Вот только что произошел захват гуманитарного груза, а в эти минуты отрабатываются действия при террористическом акте на химическом заводе. Конечно, предположить все ситуации, с которыми могут столкнуться миротворцы, сложно, но здесь пытаются отработать основные сценарии, встречающиеся на практике. Выступая перед военнослужащими, Касымжи Мартукаев отметил, участие в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций высокая честь и огромная обязанность. С момента создания Организации Объединенных Наций мир не освободился от многочисленных региональных и межэтнических конфликтов, в ходе которых гибнут миллионы людей, в том числе гражданское население. Казахстан последовательно выступает за разрешение всех конфликтов, политико-дипломатическими средствами, и в этих целях инициировал в Организации Объединенных Наций создание уникального форума, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Впервые Казахстан отправил своих военнослужащих для участия в миротворческих миссиях в 90-х годах, а в 2001-м на базе десантно-штурмового батальона был организован специализированный КАСБАТ, который стал принимать регулярное участие в мирных операциях. Теперь же в стране действует КАСПОЛК, подготовленный по стандартам ООН. Региональные конфликты, получившие определение, как замороженные или затянувшиеся по времени, выявили фундаментальное противоречие между двумя основными принципами Устава ООН. Это территориальная целостность государств и право нации на самоопределение. При выработке подходов к оценке действующих конфликтов мы должны руководствоваться резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Участие в миротворческих миссиях стало постоянной практикой для казахстанских военнослужащих. Сейчас в Ливане находится уже четвертый состав. В этой стране проходит одна из самых продолжительных операций Организации Объединенных Наций, несмотря на название «Временные силы ООН» в Ливане. Там ведется работа с 1978 года. Казахстан подключился к этой операции два года назад. Мы сделали за прошедшее время очень большой шаг. Например, первые контингенты готовили для нас офицеры других стран, то есть члены ООН. На сегодняшний день вооруженные силы Республики Казахстан создали центр миротворческой подготовки, где мы можем готовить уже непосредственно от начала и до отправки местечного состава с вручением сертификата. У нас на сегодняшний день в вооруженных силах имеется 75 военнослужащих, сертифицированных офицеров, наблюдателей ООН. Арман Тастанбеков ездил в Ливан в составе самой первой роты. Там он находился 7 месяцев и отвечал за выставление блокпостов для контроля над перемещением людей и транспорта. Казахстанские военнослужащие должны быть готовы к ликвидации последствий происшествий и решению конфликтов. Данные конфликты именно в зоне ответственности нашей батальона, так скажем, роты не происходили. Мы, так как находились на границе с Сирией и Израилем, были обстрелы со стороны Израиля в сторону Сирии, то есть это ракетные обстрелы, и в обратную сторону. Раньше подготовка казахстанских военнослужащих для мирных операций за рубежом велась в разных точках страны. В одном месте – получение теоретических знаний, в другом – обучение английскому языку, в третьем – отработка практических навыков. Теперь же вся работа происходит в едином учебном центре миротворческой подготовки в Алматинской области. Как моральный климат в контингентах, которые служат за рубежом? Господин Верховный главнокомандующий, моральный климат – боевой. Мы уже третий отряд получаем хорошие отзывы от руководства индийского батальона и штаба ЮНИФИН. То есть совместимость с другими контингентами? Совместимость. Они как раз при патрулировании и других блокпостах несут службу совместно. Я когда работал в Организации Объединенных Наций, естественно, я и курировал миротворцев. Там каждый год, в определенный день, миротворцы собирались. Мы проводили день миротворца Организации Объединенных Наций. Там были свои вожаки, свои ветераны и так далее. Я знаю, что одна из проблем – это совместимость морального. Особенно в горячих точках, в тяжелых климатических условиях, когда собираются люди из разных стран. Поэтому это очень важно. И хорошо, что казахский контингент вписывается в эту международную политику. Казахстанский центр – единственный в Центральной Азии, где военнослужащие могут пройти подготовку для участия в операциях ООН. Этот центр в дальнейшем может развиваться и охватить близлежащие наши соседние государства, которые желают тоже отправить в свой миротворческий контингент. Легендарный пистолет до 25 метров. Эффективная стрельба. Боевая концентрация 32 выстрела в минуту. Времен октябрьской революции. Наращивать миротворческий потенциал – один из приоритетов страны. Рассказал глава государства и о развитии вооруженных сил республики. Казахстан планирует использовать цифровые технологии в управлении войсками. Также акцент будет сделан на военно-транспортной авиации. Особо президент отметил роль командиров в военной подготовке. Касым Жумартукаев призвал освободить их от необоснованных проверок. Современная обстановка предъявляет особые требования к командирам. Они должны иметь возможность проявлять нужную инициативу и решительность, не отвлекаясь на разного рода мероприятия контролирующих органов. Если имеются обоснованные факты правонарушений со стороны военнослужащих, то спрос должен быть в самый строгий в соответствии с законом. Но без причины отрывать командиров от службы не позволено. Не оставлять без внимания призвал Касым Жумартукаев кибер- и информационное пространство. Это также входит в зону ответственности казахстанской армии. Развитие профессионального военного образования сержантского состава была и будет одной из ключевых задач страны, заключил глава государства. Иван Тулинов, Жандос Бетабаров, Бахатбек Нуртаев при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан из Алматинской области. Чистокровность пород Тазе и Тубет под угрозой. Казахстанцы не следят за их родословной. К слову, породы пока не признали и в международном кинологическом сообществе, а на Тазе претендуют несколько государств. Как сохранить национальное достояние, выясняла Вероника Боярова. Это с виду они милые и пушистые, но почуяв добычу, включают охотничий инстинкт. Тазе – казахская борзая, верный друг кочевников степи. Правда, сейчас они незаслуженно забыли. Некоторые граждане халатно относятся к питомцам и портят родословную. Некоторые звонят и прям хвастаются. А мы покрыли, допустим, своего Тазы с афганской борзой. Вот только сегодня мне скинули картинки щенков, метисов. И здесь уже такой вопрос – зачем вы, ребята, это делаете, для чего? Если мы пытаемся восстановить это все, то нужно, наоборот, вести четкий учет и отбирать щенков. Если каждый пятый щенок не похож на Тазе, то порода уже испорчена. И животных либо на стерилизацию, либо на хозяйственные нужды – охоту. У нас в стране стандарты национальных пород утвердили еще шесть лет назад. За рубежом Тазе пока не признали. Чтобы подтвердить статус, нужно доказать как минимум десять отличий. И официально зарегистрировать не меньше двух тысяч генетически чистых особей. Сейчас же их катастрофически мало. При выдаче документов эксперты смотрят только на внешние признаки. Вот этого красавца зовут Тюген. У него очень много наград, медалей и дипломов. Буквально два года назад он был на соревнованиях в Кыргызстане. На следующий год хозяин хочет отправить его в Турцию. Но, к сожалению, есть несколько преград. Мешает то, что нет официального документа. Она не входит в национальный вид спорта. Например, есть байка, есть буркичи, тазы. Она не зарегистрирована как вид спорта. Если будут вот эти документы соответствующие, у нас будут большие возможности выезжать на международные соревнования. Мы не можем представить этих собак как национальное достояние. На официальных кинологических соревнованиях они выступают как непризнанные породы, вне конкурса. К слову, идбега, то есть разведение национальных собак, в Казахстане только собираются признать официальным видом спорта. Таким образом, в профильном ведомстве планируют увеличить популяцию породистых собак. Мы должны зарегистрировать федерацию Таза, Табет, Паверебасар. Сегодня она существует, но мы должны все пройти законные процедуры и выдать им аккредитацию. После того, как им будет выдана аккредитация, планируется открытие секции по Таза, Табет при наших областных национальных клубах по национальным видом спорта. Кроме того, в организациях создадут рабочие места для специалистов, но проект в разработке, и нужно финансирование со стороны государства. Сумму и сроки в министерстве пока не обозначили. Что касается признания породы, то здесь только для сбора генетической информации, анализов, отечественным экспертам может потребоваться как минимум год. Вероника Боярова, Шандос, Улангазы, Хабар, 24. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok